Я по тому, что наше правительство, так называемое сегодняшнее, потому что оно фактически, юридически оно неполномочное, прямо с момента завершения второго тура невыборов президента, и парламент, и правительство потеряли всякие полномочия. Я думаю, что это наше правительство такое, со своими неполномочиями, оно делает очень большие ошибки, очень большие глупости, которые потом, впоследствии, придется их исправлять. И так строить международные отношения, не основываясь на международной норме, никому не позволено. Мы дадим об этом знать и Организации Объединенных Наций, и Европейскому Союзу. Вчера уже был представлен материал, значит, отчет по этому вопросу, и будем ставить вопросы очень принципиально. И в том числе мы проинформируем и своих партнеров в СНГ об этом. При всем при этом новые власти заявляют о том, что с их приходом Молдова получила новый толчок, новый импульс в процессе евроинтеграции. Правда, если внимательно последить за этим процессом, то выясняется, что они несколько рвано, как-то с кочки на кочку, но тем не менее продолжают идти по тому пути, который проторила в этом деле предыдущая власть, в том числе и в вашем лице, и в лице вашей партии. Сами европейские представители на эти шапкозакидательские заявления нынешних молдавских властей особого внимания не обращают и довольно реалистично говорят, что если Молдова и может рассчитывать на вступление в Евросоюз рано или поздно, то это произойдет примерно лет через 10-15. И вдруг, стоя рядом с господином Басеску, один из лидеров либеральной партии, Дарин Киртуак и примар Кишинева, вдруг заявляет о том, что Молдова может вступить в Европейский Союз уже в 2011 году. Это что? Откуда такие оптимистичные даты? Задаю этот вопрос, поскольку гуляет версия о возможности каких-то сепаратных договоренностей между нынешней молдавской властью и Бухарестом, о том, что именно к 2011 году будет попытка провести вот этот сценарий проект объединения. Ведь вам же предлагал Басеску вместе вступать в Евросоюз. И вот новый срок, 2011 год, который вроде бы взялся ниоткуда и по-другому вроде бы как не может трактоваться. Вы как думаете? Я вот не знаю, я это слышал, я это читал, но я не знаю, как мне к этому относиться, серьезно? Ну вообще-то у господина Киртуака есть дядя, который сейчас является исполняющим обязанности президента, так он в 2009 году заявлял, что уже к концу 2009 года Молдова станет ассоциированным членом Евросоюза. Может это у них семейное, что-то с датами все время, я не знаю. Да, но если оставить в стороне там всякие диагнозы, всякие тяжелые случаи, связанные со здоровьем, а говорить про страну и про ее перспективы, про будущее, и народ, и наш телезритель именно этого от нас ждет, то, конечно, это бред. То, что они говорят. Во-первых, у меня столько впечатлений, что они путаются в понятиях. И на самом деле они не знают даже механизм, как должно произойти и что должна делать страна для того, чтобы она стала членом Европейского Союза. Это однозначно, что они весь этот ряд и порядок осуществления этих мер, они их путают. По крайней мере, на сегодняшний день, что мы имеем в активе? В активе мы имеем реализован трехлетний план сотрудничества Республики Молдова с Европейским Союзом. По оценке европейских специалистов и комиссаров европейских, когда мы ездили туда в составе нашей молдавской делегации, нам дали очень высокую оценку. Я говорил уже как-то, нас даже примерили там на 17 миллионов евро за исполнение этого плана. Это есть у нас сегодня в активе, это реально. Больше у нас сегодня ничего нет в отношениях с Европейского Союза. Есть обмен делегациями, есть встречи двусторонние, есть на этих встречах разговоры, ради чего встречаются, чтобы о чем-то поговорить. Так вот, говорят, что вот следующий шаг, а это знает весь мир, здесь не надо ничего изобретать. Следующий шаг при определенных условиях означает ассоциированное членство. До следующего шага может Молдова при определенных условиях, я правда не знаю, как повлияют эти все демонтаж границы и все остальное на эти определенные условия. До следующего шага Молдова может при определенных условиях добиться безвизового режима для граждан Молдовы на посещение стран Европейского Союза и режима свободной торговли. По режиму свободной торговли мы практически добились очень много еще два года назад. И ведь здесь сегодня практически проблем для Молдовы нет. Проблема в том, что у нас нет товаров для экспорта в страны Европейского Союза. Это реально. Вот что может быть. И реально у нас есть тот при венгерском посольстве центр, который уже на 14 стран, по-моему, выдает визы, чтобы не ездили люди по этим странам. Идут в этот центр и получают визы. Вот что мы реально добились по пути европейской интеграции сегодня. Все остальное, демагоги, все остальное, болтовня, все остальное желание выдавать, вернее, выдавать желаемое за действительное происходит в результате этого всего. Я хочу напомнить, что для того, чтобы завершить только лишь, так сказать, теоретическую часть подготовки к приближению к европейскому членству, предстоит принять порядка полутора тысяч законов в парламенте Республики Молдова. При такой разношерстности и при такой безграмотности сегодняшнего парламента, извините меня, когда мы примем этим полторы тысячи законов о европейской интеграции? Это есть нормы. Это может приехать европейский комиссар, хорошо воспитанный человек, улыбаться красиво, его здесь примут, его здесь повезут, покажут и так далее. Да, 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 вы работаете, вас примем, мы вот вас имеем в виду, вы хорошие ребята молдоване. И вот это. Это не означает никак приближение Молдова к Европейскому Союзу. Никак. Вот что происходит на самом деле, а не то, что декларирует. Теперь, что касается, что мы можем стать членами Европейского Союза через Румынию. Это глупость несусветная и блеф. По блату и по соседству, и с тыльной стороны в Европейский Союз никто не вошел и не войдет. Это для того, чтобы о чем-то говорить. Но если о чем-то говорят просто на футбольном матче, на трибунах, то здесь, когда встречаются на таком уровне руководители государств, то это очень несерьезно. Не может так быть. Молдова, это все сказки о том, что Молдова, мол, если воспринять эту идею Басеску, или кто ему там в голубу вбивает эту идею, то тогда Молдова якобы чуть ли не автоматически, раз Румыния члены Европейского Союза, если мы объединимся с Румынией, вот чем здесь собака зарыт.